К Роналду против Ранника К Роналду на скамейке запасных и конкретно проговорить в матче против Берни, еще раз, это не матч против Челси, это не Карик с его статусом тренера на пару недель, это матч против Берни, идеальный матч для того, чтобы Роналду набивал свою статистику, Роналду здоров, и Ранник отдельно акцентировал внимание на том, что по тактическим причинам оставляет Роналду на скамейке. Мне кажется, что это новая стадия, новая стадия их отношений, новая стадия вообще всей этой саги с Криштианом Роналду в Манчестере Юнайтед. И за этим будет интересно следить. Видно несколько вариантов развития событий. Первый достаточно очевидный, учитывая реакцию Роналду, на самом деле и после этого матча внимательные режиссеры усмотрели то, как быстро он уходил с поля, убегал буквально с поля. Я про Криштиану, который на замену все-таки вышел против Берни, да и в целом, учитывая его даже публичные реакции на замены в других встречах, нетрудно вообразить сценарий, при котором это ведет к конфликту. Либо к усугублению противоречий, которые уже формируются, а по многим все-таки источникам они уже присутствуют между Роналду и действительно видна напряженность. То есть напряженность можно назвать какими-то процессами взаимного поиска, но вот мы не можем знать наверняка, на какой стадии одна и другая сторона находится в этом поиске. Потому что сначала, вы помните, Ронник очень даже хвалил Роналду за то, что он снимал перед ним шляпу, вот такая фраза была, за то, что он работает в прессинге. Но это продлилось матча 2 примерно. Дальше начались проблемы, Роннику приходилось на эти проблемы по-разному реагировать. Это в том числе влияло на тактические поиски его относительно всей команды, на схемы, с которыми он экспериментирует. И вот сейчас, на мой взгляд, новая ступенька, то есть не просто Роналду вне стартового состава, но еще очень-очень четко проговорены причины этого. Проговорено, что, и может быть даже это слишком сурово по отношению к психике Кришляна, проговорено, что есть, оказывается, такой сценарий, в котором Кришляну вообще не приносят пользы и не должен выходить в стартовом составе. Именно тактический сценарий, потому что раньше, даже если можно было думать о том, что, да, пока это еще не запрещено, думать плохое Кришляну Роналду, можно было думать о том, что, возможно, в этом матче были тактические мотивы, а не то, что было сказано в паблик. То теперь просто в паблик было сказано о таких мотивах. Это первый вариант развития событий, а второй вариант развития событий, мне кажется, занимательным, но менее вероятным. Может быть, Ранник каким-то образом пришел к выводу, что его временный статус, известно, что он работает до конца сезона, очень трудно вообразить сценарий, при котором его уволят до конца сезона, и, учитывая, что он должен доработать до конца сезона и дальше стать консультантом. И в то же время, понятное дело, что вот за этот период его пребывание в качестве главного тренера Юнайтед тоже не выбирается. Может быть, Ранник, понимая свой временный статус, считает его вот в этой узкой ситуации определенной защитой против любой реакции Кришляну Роналду. И если с другим тренером Кришляну, идя на обострение конфликта, мог считать, что, ну, тут очевидно, кого выберут, то в случае с временным тренером, ну, тоже очевидно, кого выберут, но мотивов совершать активное действие до точки, которые все знают до конца сезона, их не так уж много. Если даже Юнайтед окажется вынужден таким образом поступить, это будет, в том числе, на мой взгляд, большим ударом по менеджменту Юнайтед, которые настолько сильно ошиблись с назначением временного тренера по совместительству долгосрочного советника, что вынуждены его даже до конца его временного периода увольнять. Это, мне кажется, будет очень плохая картина во всех отношениях. И если все это сопоставить, то, скажем так, обострение, которое могло быть выгодно Кришляну, при прочих равных, и я тут не осуждаю его, мне кажется, у него может быть своя правда, конечно, может быть, это не очень круто, со своей правдой переходить в команду в последние дни трансферного окна и пытаться всю команду под нее подстроить. Но в целом, безусловно, безусловно, это не футбол, который в целом Ранник хочет, это не тот футбол, который нужен Роналду. И эта противоречия, она в любом случае назревала бы, и тут нет какой-то правильной и неправильной стороны. Это просто идейная противоречия. Просто в другой ситуации обострение в этом идейном противоречии было бы более понятным со стороны Роналду и более выгодным для него в долгосрочной перспективе. А вот в этой узкой ситуации, может быть, Ранник понимает, что у него есть такая странная, но все-таки определенная протекция. Может быть, он таким образом решил действовать более смело по отношению к Криштиану. И в таком случае, мне кажется, это может подарить нам невероятно интересную концовку сезона Манчестер Юнайтед, потому что использование Роналду в таком формате, и, опять же, обсудив плюсы и минусы для Роналду, возможно, даже Роналду не будет этому максимально противиться. Возможно, он где-то даже согласится на такую роль. То есть подбирать ему матчи более удобные, ротировать его с точки зрения отдыха в том числе и использовать его как опция для очень узкого сценария. Потому что матч против Берни, там Юнайтед сыграл ничью, но это жуткая несправедливость. Там Юнайтед мог выносить, провел один из лучших таймов вообще при Раннике. И первый тайм, там по итогам этого тайма мог быть, уже по итогам этого тайма мог быть разгром, да и во втором тайме Юнайтед был лучше, просто не так убедительно, как в первом тайме. И Роналду, как человек под конкретный отрезок матча, когда уже очень глубоко вжался в штрафную, Берни и Юнайтед очень много навесов делал, тоже выглядело логичным. То есть, помимо того, что это какое-то новое состояние олицетворяет, это еще и просто-напросто эффективно. Юнайтед провел, на мой взгляд, очень хороший по качеству футбола матч. И в целом, мне кажется, что некоторые интересные связи начинают нащупываться в Манчестере Юнайтед. Например, вот та конфигурация, которую мы сейчас получили в атаке, она меня очень сильно интригует. На мой взгляд, в последних матчах невероятно хорош Джейден Санчо, причем даже не в матче с Альгентом, где он забил в первую очередь, а в первую очередь против Берни, где очень-очень серьезный объем продвижения шел вокруг него. И он, как правило, действовал, можно сказать, асимметрично относительно другого фланга. Сейчас давайте все-таки, наверное, обратимся сейчас тут к доске. Я бы записал это примерно таким образом. Тут, конечно, возможны варианты относительно того, что в центре у Юнайтед, но был вариант и 4-3-3, и 4-2-3-1, но это не суть важно для взаимодействия на фланге, которые мне показались особенно продуктивными и перспективными даже в более долгой перспективе. Санчо очень часто опускался за мячом примерно вот в эти зоны, и отсюда начинал проходы, которые вынуждали соперника, вынуждали Берни очень интересно на это реагировать. Во-первых, это освобождало фланг для рывков шоу, и если слишком много футболистов концентрировалось на Санчо, тогда шоу оказывалось просто-напросто более свободным. Во-вторых, если недостаточной была реакция на это, если футболисты стягивались для того, чтобы и шоу, и Санчо встретить, тогда у Санчо открывался больше простор для того, чтобы уходить в центр таким образом. И все это очень-очень интересно дополнялось продуманностью на другом фланге. Я уже употребил слово асимметричный, потому что на другом фланге была принципиально иная конфигурация. Далот практически не подключался вперед, что позволяло шоу даже стартовать в более высокой позиции для этих рывков. А Решфорд, вместо того, чтобы действовать так, как Санчо, он становился, по сути, либо дополнительным нападающим, скрытым нападающим, либо просто открывался за спину, как игрок фланговый, который именно на открывание нацелен. И вот эта вот динамика, она мне показалась очень-очень интересной. Понятное дело, что был еще Кевани, который очень много отвлекающих рывков делает. И, честно говоря, думаю, Роналду тоже запросто можно в этот сценарий вписать. Но это, скажем так, относительная новинка, которая у Ронника появилась, и которую можно похвалить, ну и отдельно выделить непосредственно Джейдена Санчича, и качества тут очень-очень здорово раскрываются. Я сказал, что Роналду можно в этот замысел тоже вписать. И это не так уж трудно сделать. Но вот конкретно, возвращаясь к словам Ронника, вопросы по-прежнему остаются, а как играть без мяча? Не в каждом матче, даже в таком, как против Берни, не в каждом матче тут можно нащупать совместимости. На трецких матчах, да, безусловно, ее можно нащупать. Продолжение следует...